Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Еще недавно это были пустые стеллажи, но так как компания «АвтоСтронг-М» постоянно расширяет ассортимент БУ-запчастей, сейчас эти стеллажи наполнены отличными деталями с быстрой доставкой и гарантией. На канале «АвтоСтронг-М» вы получаете всегда свежий и годный контент. В нашем логистическом центре мы буквально откопали винтажный автомат 4L30E. Встречаем! Четырехступенчатый автомат AR35 – это один из старейших, который мы только разбирали. Его история началась в 1960 году. На автомобилях «АвтоСтронг-М» он назывался «Турбо Гидроматик-180». Его родина – Страсбург, Франция, завод General Motors. Та коробка была простая трехступенчатая гидромеханика для продольной установки в заднеприводных платформах. Изначально она работала не с гидротрансформатором, а с гидромуфтой. А когда в нее добавили гидротрансформатор, то обозначение изменилось на 3L30E. Этот автомат ставили не только на автомобили концерна GM, такие как Pontiac, Buick, Holden, Chevrolet и в те времена Suzuki. Также их закупали Fiat и Peugeot, а также те коробки ставили на копейку, тройку и шестерки Lada. Данная коробка 4L30 была создана на базе предшественницы нехитрым способом. К ней просто добавили четвертую повышающую передачу. Четвертая повышающая передача находится в отдельном корпусе, который находится между основным корпусом, где находятся три передачи, и колоколом. У четвертой передачи отдельный поддон и отдельный гидроблок. На английском повышающая передача называется Overdrive. Четвертая передача представляет из себя простой планетарный редуктор с повышающим передаточным числом 723 тысячных. За формирование передаточных чисел остальных трех передач отвечает планетарный редуктор Le Pelletier, а третья передача, как вы могли уже догадаться, прямая, то есть передаточное число 1. В Overdrive два пакета сцепления, обгонная муфта и два соленоида. В остальной же части три пакета сцепления, три соленоида, обгонная муфта и тормозная лента. Данным автоматом очень заинтересовалась BMW и начала устанавливать его на третью и пятую серию E36 и E34. Также данные коробки ставились на внедорожники Isuzu, Isuzu Trooper, Axiom, Rodeo и Waycross. Естественно, ее устанавливали на соплатформенники Opel и Honda. Буквально в эксклюзивном порядке данную коробку получил Opel Omega из-за продольного расположения двигателя и заднего привода. Затем ее получил его клон Cadillac Caterra. Мы же сегодня будем разбирать коробку 4L30, снятую с Opel Omega 1999 года выпуска. Данная коробка неисправна, в ней присутствует люфт вала. Сейчас разберем и посмотрим. Коробка 4L30E очень надежна. Ее до сих пор можно встретить на 20-летних автомобилях и она прекрасно работает. Но есть рекомендация проводить ревизию гидроблока, внимание, каждые 200000 километров. Ресурс данной коробки ограничен наличием пластиковых шайб в ее конструкции. Если эти шайбы разрушатся, то коробка потребует переборки. Производитель рекомендует менять АТФ каждые 30000 километров. Для этого надо снимать обязательно основной поддон и менять фильтр. Также по желанию можно снять малый поддон и слить остатки грязного масла. Естественно, затем поддоны устанавливаются на новые прокладки. Для данной трансмиссии предусмотрено АТФ типа Dextran 3. Автоматы 4L30E для разных марок несовместимы между собой из-за различия в конструкции контактов. Для BMW существует один разъем на 9 контактов. Для остальных марок для овердрайва могут быть четыре либо пять контактов. Для основного корпуса 4 либо 7 контактов. Также для BMW здесь свой позиционер штока выбора передач. Соответственно, существует пять блоков управления для данной коробки. Говорят, что между первой и второй он не пинается. Встречаем, Серега! Привет! Мы начинаем нашу разборку. Серега достал основной гидроблок. Здесь три соленоида. Соленоид 1,2,3,4, который в нормальном положении всегда закрыт. Соленоид 2,3, который в нормальном положении всегда открыт. И модулирующий соленоид, который управляется широтно-импульсной модуляцией и отвечает за сжатие тормозной ленты. При ремонте гидроблока следует проверять электрическое сопротивление соленоидов, чтобы убедиться в их работоспособности. Также стоит осмотреть оплетку проводов и разъемов, потому что пластик, находясь в агрессивной среде, разрушается. Коробка настолько винтажная, что гидроблок чугунный, очень тяжелый, а не алюминиевый. Гидроблок в этой винтажной коробке устроен в принципе точно так же, как и на более современных коробках. Принципиальных отличий нет. Те же гидроканалы и золотники. Здесь есть шарик, который участвует во включении третьей передачи. Так вот, если его канал теряет гидроплотность, то коробка начинает пинаться на третьей передаче. А вот этот маленький гидроблок – это гидроблок овердрайва. Здесь есть датчик температуры АТФ, соленоид главного давления и соленоид муфты блокировки гидротрансформатора. Эти соленоиды обычно вылетают первыми. Вот это входной вал и простой планетарный редуктор четвертой передачи овердрайв. Вот это тормоз. А теперь о пластике, о котором мы говорили. Вот это пластиковая шайба скольжения, которая разрушается и барабан начинает барабанить по статору. А теперь небольшое отступление к маслонасосу. Шестерни маслонасоса изношены и изношена их ответная часть. Соответственно, изношена и сепараторная пластина, и втулка гидротрансформатора. Все это происходит из-за фрикционного осадка в масле. При включении четвертой передачи данная коробка держит включенной третьей передачи. Причем фрикционный овердрайв находится в замкнутом состоянии, а фрикционный, которые отвечают за включение обгонной муфты, находятся в разомкнутом состоянии. При этом муфта вращается свободно. Обратите внимание, что в данном комплекте сцепления всего один фрикционный. В принципе, он в нормальном состоянии, а вот фрикционный тормоза сгорели. Добавим, что сцепление четвертой передачи находится в разомкнутом состоянии на всех остальных передачах. Серега располовинил коробку. Это корпус овердрайва, это основной корпус. Так вот, бывают случаи коробления корпуса овердрайва, а именно незначительные деформации, из-за которых АТФ перетекает между каналами. И это приводит к проблемам с работой тормозной ленты. Обратите внимание, какой урон причиняет фрикционный осадок металлическим поверхностям. Эта шайба скольжения стояла на коронной шестерне планетарного редуктора. И здесь мы видим выработку. Вот это еще одна шайба скольжения. Она пластиковая и, кстати, в неплохом состоянии. А вот это барабан второй передачи. Несмотря на свои размеры, он оказался слабым. Так вот, почему же этот барабан такой слабый? Нередко он трескается по фаске его втулки. А вообще из-за износа этой втулки, она является центральной опорой, изнашивается входной вал, который находится на барабане третьей передачи. Так вот, если это произойдет, то придется покупать вал и барабан третьей передачи новыми. Этот пакет фрикционов, который стоял вот здесь, является тормозом и участвует во включении заднего хода. Так вот, он сгорел. А вот это пакет сцепления второй передачи. Так вот, по состоянию уголек. Это планетарный редуктор Ravigno как дефицит в СССР. Чтобы его достать, Сереге понадобилось приложить очень много усилий. Планетарный ряд довольно таки надежный, но частенько изнашивается на внедорожниках Isuzu, потому что они тяжелые. Вот это привод тормозной ленты. Он осуществляет не только сжатие тормозной ленты, но и отпускание. Но существует проблема. Лента сохраняет частичный контакт с барабаном на третьей и четвертой передаче. Это приводит к ее подгоранию и струганию фрикционного осадка в масло. Это происходит из-за утечек масла по входному валу. Как вы видите, это вал третьей передачи, по штоку сервопривода тормозной ленты, а также в гидроблоке по золотнику либо по шарику. По состоянию лента уже на подходе и барабан тоже. Сегодня нам достался серёгоустойчивый фильтр. Его корпус наполовину металлический. Итак, Петрушин. Фильтр полностью забит и он даже отловил остатки шайб скольжения. Фильтр молодец. Разборка закончена и сегодня без серёгиной булавы не обошлось. Ну что ж, дадим ему слово. Трансмиссия не сильно надежная. Ну что, по домам? Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, оставьте обязательно комментарий. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М».